Девушки отдыхают А также схватка с дальнобойщиком В Нижнем Новгороде Водитель «Джигулей» без номерных знаков Попытался скрыться от полиции Управлял машиной он явно с трудом Вас бросало на снегу Из стороны в сторону Легковушка врезалась в металлический отбойник Несмотря на аварию Водитель продолжил бегство При этом в машине было еще два пассажира Все, кто находились в автомобиле И вокруг, подвергались риску На одной из улиц Беглец даже не притормозил Перед девушкой с ребенком Девушка успела подтянуть санки С малышом к себе Замешкайся она хоть на мгновение И автомобиль бы переехал ребенка Вскоре лихач устроил еще одну аварию Жигулей занесло поперек дороги Водитель встречного автомобиля Чудом увернулся от удара Но в следующее мгновение Вас выбросило на трамвайные пути Нарушитель выскочил из машины И побежал со всех ног Беглец поскользнулся и упал Неудача постигла и полицейского Тем временем Из Жигулей вышли две девушки Вскоре задержали и кавалера Пассажира Кваза У водителя не было прав Поэтому он и убегал от полиции Благо что все закончилось Несколькими незначительными авариями И никто не пострадал Белгород Шофер груженого бетонными кольцами и люками КамАЗа Сворачивает с главной дороги Он не пропускает встречную легковушку После столкновения тяжелая махина Врезается в еще три автомобиля на перекрестке Сразу после аварии шофер грузовика Выходит из кабины И направляется рассматривать разбитые им машины Результат его собственной невнимательности и беспечности Сургут Водитель микроавтобуса Подъезжая к нерегулируемому переходу Притормаживает пропуская пешехода Мужчина прибавляет шаг Но тут же резко останавливается Из левого ряда вылетает иномарка И едва не сбивает его с ног Хорошая реакция прохожего спасает ему жизнь Владелец же легковушки Даже и не думает тормозить Хюндай тут же скрывается в потоке машин Как впоследствии выяснилось Водитель иномарки спешил на встречу с дамой Минск Перед бампером фуры дерутся трое Два пожилых человека пытаются уложить более молодого на асфальт Он сопротивляется до последнего Но силы все-таки неравны Мужчинам удается повалить соперника Хотя и буквально на мгновение Затем все трое поднимаются И продолжают конфликтовать стоя Как выяснилось Молодой человек шофер фуры Остановился перед перекрестком Затем вышел и ударил По лицу пожилого водителя легковушки В результате тот написал заявление в милицию Он попросил наказать вспыльчивого дальнобойщика За его поступок Беларусь Минск На повороте Из кабины фургона выпадает пассажир Водитель вовремя замечает пропажу И останавливает машину Бедолага поднимается с асфальта И проверяет все ли у него цело Затем забирается в кабину И посильнее захлопывает дверь А еще пристегиваться надо Вязьма На повороте внезапно опрокидывается на бок цементовоз Водитель долго не показывается из кабины Люди в машине с регистратором не знают За кого больше волноваться За него или за себя А там что взрывоопасного нет? Амбитант? Разворачивайся! Чувак, вылезай или подойдем? Давай, давай посмотрим Надо звонить, короче Не подъезжай близко Не подъезжай На выручку к шоферу грузовика Спешит ближайший из очевидцев аварии Немногие готовы так самоотверженно Бросятся другим на помощь Томск Мужчина выскакивает на переход Поправляет головной убор И внезапно бросается на капот машины с регистратором Как раз в момент, когда она останавливается на зебре Хитрец неуклюже валится перед бампером Вот-вот должны появиться так называемые свидетели А на самом деле соучастники Но водитель зовет пешехода взглянуть на регистратор Мужчина больше не показывается Наверное, вдруг посчитал себя совершенно не киногеничным Ведь то, что он сделал, является преступлением В Одессе очевидец заснял, как на проезжей части Долба избила босоногого пешехода в шортах Ему пришлось спасаться бегством Однако он сам спровоцировал людей на жестокость Молодой человек не давал проехать автомобилям на перекрестке Он ходил по дороге и вызывал водителей на кулачный поединок Неожиданно прохожий забрался на капот иномарки И сделал вид, что отдыхает Терпение у автомобилистов лопнуло Один из водителей разул пешехода и бросил в него его же обувью Затем дебоши растащили с капота Босой прохожий стал размахивать кулаками в ответ И тут же поплатился за это Избитый прохожий ушел в одних шортах, но с гордо поднятой головой Могло и хуже закончиться Далее в выпуске Ослепленный солнцем Автолюбитель нажил себе проблему Спасение на трассе Приятель вовремя разбудил сонного водителя фуры Заставь дурака богу молиться Нетрезвая жена попыталась отбить мужа у сотрудников ДПС А также непрощенный гость Наркоман бьется в такси Автокатастрофа произошла на глазах у десятков жителей Днепропетровска Милицейский УАЗ вынесло на встречную полосу Внедорожник столкнулся с несколькими легковушками И перевернулся на крышу В аварии чудом никто не погиб Хотя пять человек серьезно пострадали Очевидцы предположили, что водитель УАЗа уворачивался от другой машины и не справился с управлением После аварии водитель УАЗа оставался в сознании В тот же день его опросили автоинспекторы Сопроцентный седан белый, какой не помню Но он вылетел так быстро На записи видеорегистратора, кроме машины предполагаемого виновника аварии Также было видно, что водитель УАЗа превышал скорость Участники ДТП подкинули автоинспекторам задачку Главное, что никто не пострадал Сургут, серебристая иномарка, постепенно уходит с асфальта на обочину Видимо, водителя слепит солнце Внезапно машина натыкается на придорожную конструкцию из железных труб Автомобиль мгновенно опрокидывается вверх колесами, почти вырвав препятствие из земли Очевидцы внезапного кульбита бросаются на помощь незадачливому водителю Он оказывается жив, здоров и невредим Но что-то в его поведении мешает сделать вывод, будто все в полном порядке Возможно, он просто очень плохо себя чувствует Саратов На перегрёстке водители ждут разрешающего сигнала светофора Загорается зелёный, и машины начинают движение Внезапно со стороны пешеходного перехода на дорогу выбегает человек Он как будто не замечает проезжающую Киа и на полном ходу врезается в дверцу автомобиля От удара неизвестный падает на асфальт Водитель такси немедленно останавливается и выходит из машины Пешеход бьётся в конвульсиях Явно симулирует травму Горе спринтера поднимают и усаживают на тротуар Похоже, он пьян или находится под воздействием наркотиков Вероятно, молодой человек сымитировал ДТП с наездом на пешехода Хотел подзаработать Не слишком удачная афера? Подставщику ещё повезло, что не побили Нижний Тагил Одна машина скорой помощи вытаскивает другую из сугроба Застрявшая газель буксует, но понемногу выезжает на дорогу Через несколько секунд водитель не от ложки делает последний рывок Водитель застрявшей машины перебарчивает с газом И фургоны врезаются Шофёры с досадой выходят из кабин Ой, Женя, Женя Теперь машинам нужна неотложная помощь механика Тюмень Перед перекрёстком два автовладельца оставили свои легковушки И перегородили дорожное движение Мужчины решают выяснить отношения с помощью кулаков В ожесточённой борьбе боец в чёрной куртке Внезапно открывается и пропускает прямой в голову Нетерпеливые автолюбители начинают объезжать воображаемый ринг Затор постепенно рассасывается Красноярск Житель многоэтажного дома снимает неадекватного автовладельца Водитель с признаками алкогольного опьянения громко ругается и кричит Вскоре он садится за руль большого внедорожника и пытается уехать Ох, есть чмон! Чмон! Совершив ДТП, владелец джипа всё же уезжает Очевидец аварии пытается снять номера его машины Кто-то из соседей вызывает полицию Позже нарушитель спокойствия возвращается, но уже пешком Слюхи на шестом этаже! Судя по выкрикам хулигана, соседи знают, кому им стоит обращаться с претензиями на нарушение покоя Видеорегистратор фиксирует происходящее в салоне фуры Грузовик мчится по трассе, видимо, уже не первые сутки Дальнобойщик засыпает за рулём Водитель пытается привести себя в чувство, но уже не в состоянии побороть сон Он следит за дорогой одним глазом Вскоре закрывается и второй глаз Водитель отключается Фура начинает съезжать с трассы Внезапно водителя будет рация Ещё один дальнобойщик едет сзади и подозревает неладное Он пытается связаться с шофёром Удаётся избежать аварии Но водитель продолжает ехать Похоже, он из любителей понадеется на авось Подвыпивший водитель на вазе седьмой модели без номеров Разъезжал по дворам города Сыктывкар В одном из спальных районов его путешествия прервали инспекторы ДПС Полицейские в присутствии понятых провели медицинское освидетельствование 1,124 тысячи миллиграмма на литр отдыхаемого воздуха Пока на нарушителя оформляли протокол Он вызвал свою жену с группой поддержки В отличие от них, задержанный вёл себя спокойно Выяснилось, что нарушитель уже был лишён прав на управление автомобилем В то время, когда на водителя оформляли протокол Подогретая алкогольными напитками девушка Активно мешала полицейским делать свою работу Тогда отпускайте его Я тогда он сейчас дверь выбью и всё Девушка всё больше распалялась У неё случилась настоящая истерика прямо на глазах у её ребёнка Можно только догадываться, какая это была травма для мальчика Успокаивали подвыпившую защитницу не только полицейские, но и её знакомые Даже муж, который сидел в машине ДПС, подсказывал автоинспекторам В результате неадекватных действий девушки У спецавтомобиля была разбита фара, помятый капот и крыло За управление автомобилем без прав и в нетрезвом состоянии Суд назначил молодому человеку 12 суток административного ареста В финале выпуска Девять жизней бабули Пенсионерка чудом не угодила под колёса Сонное царство Отдыхай Отдыхаешь? Любитель рыбной ловли заснул на проезжей части Ты скажи, что тебе надо Может, дам, что ты хочешь? Странный пешеход прокатился на капоте А также нападение коровы В селе Подхабаровском не поделили дорогу водитель Тойоты и корова Хозяйка животного очень не хотела, чтобы её Марселя опоздала в стадо Поэтому женщина не вовремя предала ей ускорение Видимо, хворостиной И она пошла и при прыжку И всё под машину А это не слася Тойота и корова получили в ДТП ощутимые повреждения У автомобиля отломилось правое зеркало Помято крыло и задняя дверь У животного оказался ободран бок Короткий тормозной путь Тойоты Свидетельствовал о правоте владелицы машины Но хозяйка коровы Себя ни в чём виновной не считала У меня свидетели вон есть, которые коровы гнали Корова Марселя после столкновения не стала дожидаться инспекторов ДПС Она самостоятельно покинула место происшествия и убежала пастись вместе со стадом Для неё правил дорожного движения не существовало Украина На светопоре загорается зелёный сигнал Поток машин срывается с места Водитель Маза тоже спешит и не замечает на дороге пенсионерку Она пытается увернуться Но грузовик сбивает её И огромные колёса проезжают в сантиметрах от упавшей женщины Очевидцы замирают в ужасе Но, к счастью, прохожая цела Ей помогают подняться и уводят с дороги Регулируемый перегрёсток с пешеходным переходом Всего в 15 метрах от места происшествия Санкт-Петербург Под проливным дождём мчит иномарка Неожиданно впереди начинает перестраиваться легковушка На мокрой дороге водитель машины с видеорегистратором Не успевает притормозить И бьёт светлый минивэн Но это ещё не всё От удара участников ДТП заносит И они врезаются в опору рекламного счета Столкновение было настолько сильным, что с билборда сыпятся детали Причинами аварии можно назвать перевышение скорости, невнимательность и мокрый асфальт Барнаул Пьяный человек стоит посреди огромной лужи Он вдруг разбегается и прыгает на капот машине с видеорегистратором Попытку нельзя назвать удачной Далее следует неуклюжее падение обратно в грязную воду Но мужчина очень настойчив и в конце концов его упорство побеждает Пьяный гордо восседает на капоте Спокойный и довольный собой он начинает командовать, указывая водителю направление движения При помощи несложного манёвра Хозяин иномарки эффектно избавляется от незваного пассажира И пока тот снова не вскарабкался на капот Нужно побыстрее уезжать от неадекватного пешехода С Тевропольский край Водитель остановился на обочине Из-за технической неисправности вазы седьмой модели Вскоре по встречной полосе его обгоняет внедорожник Хозяин иномарки не справляется с управлением И вылетает с дороги Машина из-за неудачного манёвра несколько раз переворачивается Остальные участники движения останавливаются для оказания помощи К счастью для водителя внедорожника все остались живы Здравствуйте Вот в ЗВУ лежит пьяный А, не сбили ничего, пьяный просто Ночью у одного из водоёмов Кировской слободы Дымкова Едва не произошёл наезд на человека Водитель внедорожника остановился в сантиметрах перед рыбаком Тот лежал лицом вниз прямо на проезжей части С одежды из сапог молодого человека вода стекала к обочине Хозяин джипа вызвал дорожную полицию Рыбак На дороге чё лежишь? Отдыхаю Отдыхаешь? А с Настей-то все твои рыбы уже унесла Алексей, так звали молодого человека Никак не отреагировал на шутку Он был мертвецкий пьян Автоинспекторам не сразу удалось выяснить обстоятельства его появления на ночной дороге Да, непросто А чё, мокрый? Купался? А, купался С большим трудом полицейские установили, что ничего трагического или криминального с Алексеем не произошло Патрульные попытались объяснить ему, что лежать на проезжей части как минимум опасно Вы лежите на дороге Вас не смущает вообще никак? Ну я говорю, не знаю Автоинспектору удалось убедить рыбака подняться и пойти Правда, всего через несколько метров силы снова оставили Алексея Ну, клюет, не клюет? Да так поклевать, потихоньку А где рыба-то у вас? Не поймал Неподалёку на траве оказались Настя и другие вещи любителя ночной рыбалки Ручка катушки спиннинга была сломана Удочки испачканы Судя по следам на прибрежной грязи, Алексей выбирался из реки ползком Хорошо ещё, что не утонул Алексей, держитесь на рамках Промокший и окоченевший от холода мужчина едва не уселся в первый попавшийся автомобиль Его вовремя провели к машине скорой помощи Нет, нет, не сюда Сюда Алексей, дальше вот скоро где? Скорую помощь там Автоинспектор заботливо сопровождал Алексея до самого сидения в каретине от ложки Сложно сказать, что могло ожидать Алексея на дороге, если бы не отменная реакция водителя джипа Субтитры подогнал «Симон»